Библия говорит Вопрос анонимный. Как победить страх перед благовестием? Когда-то апостол Павел обращался к Тимофею, к своему ученику, который был на тот момент уже не один год пастором в Ефесской Церкви. Это уже второе послание. Ты можешь себе представить, между первым заключением, которым было апостол Павел, и вторым заключением прошло несколько лет. Если Тимофей был уже пресвитером еще во время первого заключения Павла, во время первого послания, и продолжает быть во время второго послания, то есть он уже, ну не только ему лет 40, но он уже достаточно долгое время является служителем, естественно, опытным христианином. Павел бы не доверил ему служение в большой ключевой церкви, если бы не видел в нем этой зрелости. И несмотря на это, апостол Павел обращается к нему и среди всего прочего говорит одну очень важную истину. Он говорит в первой главе 7-8 стих, «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия, и так не стыди свидетельства Господа нашего Иисуса Христа». Вот, когда мы читаем это, мы можем понять, что страх или боязнь в какой-то форме проповедовать Евангелие Иисуса Христа вполне естественное ощущение у многих и многих людей. даже вот у служителей, зрелых. Плюс к этому есть еще несколько таких характеристик личностных. Некоторые люди, они легче, проще могут заговорить с любым человеком. Они просто менее стеснительны по своей природе, а другие более стеснительны, им труднее это сделать. И, естественно, одним людям легче будет преодолевать барьер благовестия, другим сложнее будет преодолевать. И нам нужно это помнить. Нам нужно помнить, что у некоторых есть просто дар, когда они могут это делать намного свободнее. Не то, что они вообще не испытывают затруднений, они тоже испытывают какую-то боязнь, неловкость и так далее. Просто им проще, им легче это делать. Так вот, что нужно для того, чтобы это преодолевать? Ну, самое первое, это искренняя молитва к Богу, чтобы Господь давал тебе эту свободу, чтобы Господь действовал в тебе, и чтобы ты мог Его силой преодолевать те естественные барьеры, которые у тебя есть. Это первое, наверное, самое главное. Второе, не менее важное, это понимание важности Евангелия для всех людей, которые нас окружают. Когда мы видим мир, когда мы видим людей, погибающими без Бога, вот тогда мы в большей степени ощущаем внутреннюю потребность в том, чтобы дать им Слово, показать им спасение, указать им на Иисуса Христа. Вот чем глубже мы этим занимаем, об этом думаем, тем легче нам будет преодолевать это. Третий, не менее важный инструмент – это общение с людьми, которые это свободно делают. Вот чем больше мы общаемся с теми людьми, которые свободно делятся Евангелием с разными, с теми, кто нас окружает, тем больше мы будем понимать, что, оказывается, здесь нет ничего такого страшного, это не так тяжело, как ты себе это представлял, что это, в принципе, возможно и доступно. Вот эти три вещи я бы посоветовал для каждого христианина, если бы мы упражнялись в этом, то у нас был бы больший успех. Замечательно. Спасибо, Алексей Алексеевич. Слава Богу. Спасибо вам, друзья, что были с нами сегодня. На сегодня все. Храни вас Господь. Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.слово.орг. Присылайте ваши вопросы по номеру Viber и WhatsApp плюс 1-360-977-21-82 или по адресу электронной почты письма-собака-слова.орг. Эта программа стала возможной благодаря нашим неравнодушным слушателям. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите наше служение по ссылке, указанной в описании. Да благословит вас Бог!